Привет, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Мой сегодняшний гость был у себя дома и просто смотрел телевизор. Как вдруг с обеих дверей ворвались огни, которые метались по его гостиной. А потом взорвались молнии. Он был в шоке и задался вопросом, а что же это такое было? Чтобы ответить на этот вопрос, что это было, оставайтесь с нами. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Мой гость Дэвид Эдвардс хочет пригласить вас. Я имею в виду лично вас, чтобы вы могли испытать на себе присутствие Духа Святого в различных стихиях, в различных проявлениях Божьего творения. Он приглашает вас пережить сверхъестественное прикосновение Божьего Духа через все существующие стихии. Дэвид, что ты подразумеваешь под стихиями мира? Что это за стихии такие? Мы знаем четыре известные стихии. Это земля, ветер или воздух, огонь и вода. Мы видели огонь Божий. Прямо посреди дома мы видели взрыв молнии. На одном собрании мы ощущали, как ветер движется по всему залу. И это показывает нам, что сегодня Бог желает сказать нам нечто новое. Впервые ты убедился, что Бог делает что-то новое в 2016 году. Как это было? Мы с моей супругой Алисей впервые отправились вместе как семья миссионерское путешествие. Мы уже имели ряд особых переживаний, особых встреч с Богом, и мы хотели поделиться этим со всей церковью. И вот посреди одного из собраний я начал делиться с присутствующими о ветре Божьего Духа, который мы пережили, который подул в зале служения. Я попросил каждого, кто присутствовал, раскрыть ладони и ожидать Божий ветер. И в этот момент в зал ворвался порыв ветра. У некоторых волосы развивались на ветру, и у тех, кто делал заметки, разлетелись листы бумаги. Но как в зале оказался вдруг ветер? Хороший вопрос, это знает только Бог. Я убедился, что виной этому точно был невключенный кондиционер. Мы знали, это был Божий Дух. Я в этом точно и абсолютно уверен. Приведя пример проявления Духа Божьего у вас дома. Однажды я был дома и молился, и в тот день я особо ничего не ощущал во время молитвы. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не отвлечься от молитвы. Я говорил себе, нет, не нужно идти за кофе. Просто оставайся в его присутствии, просто ради него, а не ради того, чтобы что-то пережить, что-то получить. Как только я так подумал, я услышал громкий стук в дверь. Но в духе я знал, что это не почтальон. Я знал, что это не кто-то из моих друзей пришел ко мне, но это ангел Божий. И сразу же, в этот момент, мой дом начал трястись и вибрировать от Божьего присутствия. Я знаю, как выглядят небольшие землетрясения. Я переживал их на себе. Но это было нечто иное, словно полы, стены, потолки и вся мебель. Все начало славить Бога вследствие того, что в комнате было Божие помазание, Божие присутствие. Я ощутил его лично. Мои друзья, пережившие клиническую смерть и побывавшие на небесах, говорили мне, что в небесах все живое, все полно жизни. И в этом случае, мне кажется, все было так, словно небеса спустились на нашу землю. Полностью согласен. Один из моих любимых стихов — это послание к кремлинам, 8 глава, 19 стих, где сказано «Вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Словно все творение, стоя на цыпочках, замерло в ожидании. Где сыны? Где семья Божья? И поскольку наш отец сверхъестественный, то мы, его сыны, тоже сверхъестественные существа по своей природе. Написано, что мы новое творение. Это греческое слово «кэнос». Когда мы появляемся на небесную семью, реагирует все творение. Ты учишь о том, как беречь такие встречи с Богом и не потерять при этом такую уникальную возможность. Я думаю, что главное — это пребывать в ожидании. В слове «ожидание» кроется огромная сила. Мы просыпаемся утром с верой в то, что увидим движение Бога. Я не планирую, что изменю свои планы, если придет Бог. Я планирую, что Бог придет, и тогда мы подстроимся под Него, потому что Он для нас самый главный. Бог на первом месте во всем, что мы делаем. Бог движется всегда. Это Его природа — пребывать в движении. Он всегда что-то творит на земле. Но наши глаза должны быть открыты, чтобы мы могли это заметить. Мы должны пребывать в духе ожидания. Ты говоришь, что эти встречи можно переживать снова и снова. Я считаю, что все, что приходит с небес на землю, — вечно, потому что в небесах царит сама вечность. Иногда, во время встречи с Богом, наш дух может впитать как губка гораздо больше, чем впитает наш разум. Поэтому я молюсь и размышляю для того, чтобы снова очутиться посреди встречи с Богом, которую я уже пережил. И вдруг я осознаю, что Бог сделал гораздо больше во мне, чем мне казалось тогда. Бог — благ, Он — Бог славы. Всего одно мгновение с Ним придает нам энергии и полностью меняет нас изнутри. Во время таких встреч Он освободил меня от того, о чем я даже не подозревал, что страдаю от этого. Бог наполняет нас Собой, делает сильными ради нашего будущего. Для тебя крайне важно не перепутать естественные вещи со сверхъестественными и не приписать сверхъестественные естественным вещам. Для нас важно защитить аутентичность встречи с Богом. Мы собираемся вместе и ожидаем Господа, ожидаем Его сверхъестественных проявлений. Но я не хочу перепутать Божий ветер просто с включенным вентилятором в зале или с кондиционером, поэтому мы с этим очень осторожны. Однажды ветер Божий посетил группу студентов, которым мы служили. Одно дело, когда ты сам ощущаешь ветер Божий на себе, или когда ты молишься за людей, выстроившихся на молитву. Но если взяли подростки, их не так легко в чем-то убедить. Я очень хотел, чтобы они пережили на себе это сверхъестественное явление. Я учил в тот вечер о чистоте и так хотел, чтобы вишенкой на торте стало необычное Божие прикосновение. После проповеди о чистоте я сказал, «Я чувствую, что Бог желает к вам прикоснуться, что Дух Божий хочет подуть сейчас по этому залу». Я подумал, что мне нужно будет сейчас об этом молиться, но прежде чем я произнес хоть слово, в зале подул ветер Божий. «Подростки открыли рты от удивления». Говоря о том, как привлечь внимание подростков, если их не привлечет ветер, который внезапно подул в зале, тогда я не знаю, что их привлечет. Один парень начал прыгать от восторга. «Я никогда ничего подобного не видел». Такие переживания действительно подтверждают его присутствие среди нас. Тебе не нужно ничего подстраивать, притворяться, что ты переживаешь нечто неординарное. Люди могут отличить настоящее от подделки. Они видят, как ты искренен. И для меня важно, чтобы переживания были не фейковыми, чтобы наше свидетельство было истинным. Некоторые люди сейчас задаются вопросом, то, что он рассказывает, интересно, конечно, «Но какой от этого толк?» «Ветер, ветер, но что дальше?» А вы знаете, когда люди переживают подобное, у них резко возрастает вера, и они исцеляются. Расскажи нам, пожалуйста, один из таких случаев. Однажды мы с женой отправились за покупками. Мне нравится делать покупки, но не так сильно, как моей жене. Мы бродили по магазинам, и я устал. Я сказал, «Мила, я, пожалуй, посижу в машине и подожду тебя». Я поковылял уставшими ногами к машине, направляясь к выходу. Я заметил женщину, у которой на ноге был розовый гипс. Несмотря на то, что я до этого крихтел и ворчал, Дух Святой все равно сказал, «Подойди к ней». Я удивился. «Неужели сейчас в таком настроении я способен высвободить исцеление?» Но Бог хотел ее исцелить. Я не представлял, во что это выльется. Я подошел и вежливо спросил, что случилось с ее ногой. Она сказала, что сильно растянула ногу, и что она как раз из больницы. Я спросил, не против ли она, если я помолюсь за нее. Прямо там, в торговом центре, я наклонился, чтобы положить руку на ее ногу. И в этот момент, словно волна прокатилась по полу торгового центра. Я был в шоке и спросил ее, «Вы что-нибудь сейчас ощутили?» Она сказала, «О, да». Я спросил, болит ли ее нога. Она сказала, что боль исчезла, и что даже через гипс она ощутила ветер, представляете? Так что же произошло на том месте? Она полностью исцелилась? Вы с женой были дома и смотрели телевизор, и потом произошло нечто необычное. Если это не повысит вашу веру, то ничто вообще не повысит. Мы просто смотрели телевизор, просто отдыхали, но мы никогда не переставали осознавать Божие присутствие вокруг нас, даже дома. Мы просто отдыхали, и вдруг по гостиной разлетелись огни и буквально охватили пламенем всю комнату. Пламя раскинулось на кабинет и кухню. Потом этот огонь превратился в молнию, направился в камин и вышел оттуда. Я был ошарашен. Мне все это не показалось? Или, может, показалось? А жена твоя это видела? Да, мы взглянули друг на друга. Я подскочил и убедился, что молния не повредила наш дом. Мы снова посмотрели друг на друга и осознали, что это был Божий огонь. Именно это случилось в день Пятидесятницы. И даже во время пробуждения на улице Азуза люди несколько раз вызывали пожарных, потому что видели на здании языки пламени. В тот день мы были в изумлении. Прямо у нас дома мы увидели Божий огонь и даже не ожидали его увидеть. Бывают поддельные знамени и чудеса. Как ты узнаешь, что это подделка? Потому что эти встречи приближают нас к Иисусу. Дьявол в этом не заинтересован. Нужно понять, привело ли нас это переживание ближе к Богу. Ведь суть не в самом переживании, а в том, позволило ли это мне еще больше познать Иисусом. В Третьей книге Царств Илья переживал нечто подобное. Сильный ветер, землетрясение. Но это не была цель того, что делает Бог. Через проявление этих стихий, Бог хотел показать Илье нечто новое. Сказать ему что-то свежее. Я считаю, что когда мы переживаем подобное, это подтверждение, что Бог движется. Он делает что-то новое. Он творит пробуждение. Мы на пороге сильнейшего пробуждения в истории. И когда дети Божии осознают, кто они в Боге, как сыны Сахара, которые знали Божий план и знали, что они должны делать, вот тогда и настанет великая жатва. Я уверен, говоря о том, что вскоре нас ждет мощное Божие движение, пока Дэвид говорит, уровень воды Божьего потока становится все выше и выше, представьте, что вы находитесь под огромным шатром, и вдруг этот шатер над вами просто исчезает, и вы видите над собою открытое небо. Невозможно? Скоро вы услышите, как это было, так что не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Дэвид, у тебя новая книга, в которой ты описываешь то, о чем мы сегодня говорим. И называется она «Таинственно». Открывая тайны Божии. Для чего ты написал эту книгу? Когда я открываю Библию, я вижу там истории о сверхъестественных встречах с Богом, тех, кто жил до нас. Написано, что нас окружает облако свидетелей, и я верю, что они передали нам эстафету, чтобы мы приносили Божие движения в новое поколение. Когда я читал библейские истории, это для меня как приглашение. Я тоже хочу переживать Бога, так как его переживали герои веры. Поэтому, когда я сам начал испытывать в жизни нечто подобное, о чем говорится в Слове, мне захотелось поделиться этим с миром, чтобы и они узнали, что они сыны и дочери Божьи. Он наш добрый папочка. И Он желает, чтобы мы переживали Его всеми доступными нам путями. Это сработает с каждым? Бог желает так сильно открываться каждому человеку. Мы все Его дети. Он любит дарить Своим детям прекрасные подарки, и Он от нас ничего не удерживает. Он делает себя доступным для нас самыми необычными способами. Думаю, именно поэтому мы видим в Библии такие истории. Это нужно для того, чтобы мы знали, кто такой Бог, и что Он делает для нас, в нас и через нас. Итак, ты был на служении под шатром, и произошло нечто абсолютно сверхъестественное. Я вообще раньше о таком никогда не слышал. Расскажи, что произошло? А я уж много повидал на своем веку. Шло собрание под шатром, служили Лив Хейтлин и Кэтрин Менола. Мы стояли впереди и поклонялись Богу. Это были удивительные несколько дней, когда на собраниях спасались и исцелялись многие люди. Итак, я стою, поклоняюсь, и ко мне подбегает женщина и говорит, «Могу я вам показать фотографию, которую я только что сделала, на свой сотовый?» Я сказал, «Хорошо, конечно, покажите». Когда она протянула мне свой телефон, я точно был не готов увидеть то, что увидел. На фото был ряд, где стояли ее друзья. Над ними, на заднем плане фотографии, должен был быть шатер, его верхняя часть. Но когда я посмотрел на фото, я увидел, что над ними нет шатра, над ними открытые небеса. Над ними был просто космос, словно это фото передало, как небеса касаются Земли. Столбы, держащие шатер, словно упирались в небо. Для фотошопа просто не было времени. Я видел эту молодую женщину, и на предыдущих собраниях я знал, что она христианка, она любит Господа, и такими глупостями она уж точно заниматься не будет. Она тоже была в полном изумлении, увидев это фото, так что это не подлог. Ожидания этой женщины резко подскочили вверх. Именно это является целью таких чудес и знамений. А что случилось на следующий день? Такие сверхъестественные переживания ведут к еще большему переживанию нашего Господа Иисуса. Мне может казаться, что мы с Ним очень близки, но если наша близость все время возрастает, то однажды я буду знать Его куда глубже. Эта молодая женщина настолько загорелась, что на следующий день она пришла на служение с огромным ожиданием увидеть, что Бог будет творить что-то новое и сверхъестественное. Посреди служения мы с ней встретились взглядами. Потом я увидел, что она направляется в мою сторону. У меня аж мурашки. Пошли по коже. Я точно знал, что у нее что-то есть, потому что ее сердце было наполнено ожиданием. Она хотела увидеть, как двигается Бог. До служения она прошлась вокруг шатра и сделала много фотографий. На одной из фотографий во время служения вместо шатра над людьми было открытое небо. Космос, слава небес. Это был огромный свадебный шатер. Верх шатра был установлен волнами, высокий столб, столб пониже и снова высокий столб. Внизу шло поклонение, но над людьми в это время не было натянутого шатра. Над ними было звездное небо. Все было бы вполне естественным, если бы звезды были выше в небе, но они были вместо шатра, прямо над людьми. То, что она запечатлела на фото, было проблеском того, что на самом деле происходило в тот момент в духовном измерении. На фотографии была видна слава небес. Именно в такой славе мы стоим, когда поклоняемся Господу. Именно эта слава проявилась на этом удивительном собрании. Так здорово. Ты ясно говоришь о том, что чудеса и знамения не являются, услышьте меня сейчас, не являются нашим предназначением. Наше предназначение — Иисус. Если что-то приходит от Него, это ведет нас к Нему. Настоящее переживание Бога — это встреча с Ним. Это Его присутствие. В моей жизни всякий раз, когда я переживаю Иисуса, моей естественной реакцией является то, что я склоняюсь перед Ним и благодарю Его за то, что Он таким чудесным образом касается меня. В Слове Божьем сказано, что то, что мы переживаем с Богом в тайной комнате, будет проявлено перед людьми. Но есть и другая сторона медали. Мы должны оставаться верными Богу, и как женщина, разбившая оловостровый сосуд, мы должны изливать Ему свое сердце и душу и признаваться Ему в любви. Благодарить Его за то, что Он позволил нам переживать Его на чудесном, сверхъестественном уровне, уже на этой земле вкусить Его драгоценную, преизбыточную славу. Крайне важно, перед тем, как Дэвид будет сейчас за вас молиться, повторите за мной эту молитву вслух и молитесь от всего сердца. Скажите, дорогой Иисус, «Я совершил много грехов. Я верю, что Ты умер за мои грехи, и благодаря Твоим ранам, благодаря Твоей крови я прощен. И теперь, когда я прощен, во имя Иисуса, я прошу Тебя стать моим Господом и Спасителем». А теперь молись, Дэвид. Что если вы раскроете свои ладони, поднимете руки к небу и скажете, «Господь, я хочу больше Тебя в моей жизни, хочу пережить Тебя прямо сейчас». Многие из вас просят Бога о прорыве в вашей жизни. Я думаю, это время настало. Бог дает вам прорыв. В вашу жизнь приходят небеса. Если у вас финансовая нужда, смотрите на Него, как на ответ на вашу финансовую нужду. Если вы больны, ищите ответ в Нем. Ищите в Нем исцеление. Но самое главное, я верю, что эти встречи с Богом – это письма любви к вам от вашего благого, доброго папочки. Он желает, чтобы вы знали, что Он вас любит, что Он вас обожает. Он хочет, чтобы вы могли Его переживать. Это не только для меня, не только для героев из Библии. Бог открывает Себя для людей новыми, славными и мощными путями. Поэтому я прошу Иисус, прикоснись к Своему народу, дару им переживать встречи с Тобой, переживать Твою славу, чтобы познавать Себя глубже. Это цель моей жизни. Это цель вашей жизни – познать Иисуса еще глубже. Смотрите в следующем выпуске. Бог желает высвобождать здоровье и исцеление. Зачастую причины болезней – наши раны прошлого. Это дух травмы. Если разрушить дух травмы, то высвободится исцеление. Не пропустите следующую программу. Это сверхъестественно с Сидом Ротом. И мы с вами навсегда разрушим дух травмы, чтобы к вам вернулась жизнь. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного Молитвенного Сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественное», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» — Сидорота. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть — это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному.